Здравствуйте! 20 декабря в России отмечают День Федеральной Службы Безопасности. Сотрудники спецслужбы – это люди, на которых лежит огромная ответственность за безопасность в обществе и государстве в целом. Они борются с преступлениями коррупционной и экономической направленности, наркоторговлей, незаконным оборотом оружия и так далее. Но главная задача всех сотрудников ФСБ – выявление угроз государству. Попасть на службу ФСБ не так-то просто. Требования довольно высоки. Обо всем подробнее нам расскажет гость программы – ветеран ФСБ, полковник в отставке Николай Анисимович Сипягин. Здравствуйте, Николай Анисимович! Здравствуйте, Татьяна! Николай Анисимович, коль уж мы собрались по такому поводу, приуроченному к профессиональному празднику сотрудников ФСБ, хотелось бы начать наш сегодняшний разговор именно с истории этой службы у нас здесь, в нашем регионе, в Мордовии. С чего все началось? Служба органов безопасности, или когда тогда, или как называлась ранее Всероссийская чрезвычайная комиссия, длительность ее началась 20 декабря 1917 года. Первым руководителем был Феликс Идмундович Держинский. Ну, а у нас уже начались структуры данной службы позднее. Первое подразделение у нас было создано в Вардатове, это март 1918 год, потом Розаевка, Саранск, Нсарк, Слободск и в других регионах. Что интересно, службу в Вардатове возглавлял у нас руководитель Вещанов, его была фамилия. А позднее в органах безопасности служил его внук, и в настоящее время службу проходит его правнук. Такая династия получается. Династия получается, да. В Саранске эта служба была в чрезвычайной комиссии создана тоже в 1918 году, 8 июля. Ну и службы, как я сказал, уже создавались в Розаевке, Инсаре, Краснослободске. Но наиболее активный, что ли, на тот период службы, у нас было уже позднее, где-то в 1919 году, у нас в республике была создана участковая чрезвычайная комиссия на железнодорожном транспорте. Сейчас Розаевка небольшой город, и казалось бы, вот он даже по сравнению с Саранском, а на тот период созданная там чрезвычайная комиссия обеспечила безопасность по железнодорожному транспорту от Розаевки до Ульяновска, тогда по-другому называлось, до Пензы и до Нижнего Новгорода. Это была самая крупная служба у нас в республике, чрезвычайная комиссия. На тот период была очень сложная обстановка в плане обеспечения продовольствиями крупные города, обеспечения топливом, и шло большое количество составов через наш железнодорожный узел. И на тот период, ну скажем так, поскольку уж профессиональные контрреволюционные, так сказать, движения, принимали меры для того, чтобы заблокировать работу железнодорожного узла, разрушить обеспечение, скажем, крупных городов топливом и продовольствием, и проводилась очень большая работа сотрудниками чрезвычайной комиссии. Кстати, участковую чрезвычайную комиссию возглавлял Иван Андреевич Чичаев. Чичаев, он уроженец Ускляя, и чем интересен он, несмотря на то, что он проводил большую работу по обеспечению безопасности, и впоследствии он стал известным разведчиком. Вот так вырос. Известным разведчиком. Он работал, значит, в Монголии, в Корее, в Финляндии, в Швеции, в Англии. То есть, его имя недавно рассекречено, ну, недавно, где-то в 80-х годах, есть книга, в которой он описывает свой путь. Он награжден многими орденами, многими орденами. Очень известный человек именно в среде разведчиков. Вот я продолжу немножко эту тему, в том плане, что этот праздник профессиональный, да, который отмечается 20 декабря, разведчики тоже ли принимают поздравления в этот день, или они уже немножко являются другой структурой? Ну, разведчики, с учетом того, что произошло в начале 90-х годов, они праздники отмечают, так сказать, у них в разные даты, ну, по мере того, как они создавались. В этом же году, допустим, было столетие, скажем, органов безопасности 105, а столетие создания нелегальной разведки. Нелегальной разведки. То есть, разные даты, но, в принципе, мы все из одного ведомства. Ну, просто по мере того, как складывалась оперативная обстановка, какие задачи решали органы безопасности, создавались новые структуры. И теперь вот те даты, когда они создавались, хотя они выросли из одного, так сказать, ядра, они отмечают деть создания своих структур вот немножко в разное время. Ну, вот давайте тогда продолжим этот исторический путь, прям вот вкратце. Как появилась у нас все-таки сама непосредственная служба ФСБ, Федеральная служба безопасности? Федеральная служба безопасности, это название уже начало, значит, 90-х годов. Раньше было государственное политическое управление, потом ОГПУ, когда создался Советский Союз. То есть, стали создаваться у нас, если я не ошибаюсь, в 29-м году было создано, значит, государственным. Первым руководителем был Гилев, у нас Гилев. Вот. И в районах чрезвычайной комиссии стали уже замыкаться на... Как была создана государственная такая структура в Мордовии, начали создаваться в районах уже те подразделения, которые подчинялись на этап. Вначале у нас то, что было создано чрезвычайной комиссией в районах, они замыкались на Пенз. В Пензе было, значит, ну, так скажем, как окружное, и замыкались. И когда создался, значит, округ, у нас создали уже самостоятельный, значит, отдел, который вот объединял наши подразделения. Ну, на тот период тоже сложные задачи решались, скажем, террор. Вот сейчас по памяти, мне кажется, в 29-й год был порядка 10 террористических актов, порядка 20 тогда антисоветских выступлений по тем временам. Значит, вот сейчас, допустим, сложный период был с продовольствием, продоразверстка была, значит, на вот конец 20-х, начало 30-х годов. Сейчас ведь много об этом говорят. Вот продоразверстка, значит, там вообще репрессии и прочее. Продоразверстку первыми создали не органы власти Советской России. Продоразверстку первыми, кто применил на практике, это Царская Россия в 15-м году. Когда началась война и были проблемы с продовольствием, была объявлена продоразверстка. То есть излишки продовольствия в сельской местности изымались. То есть это период именно вот в сложной оперативной, значит, обстановке. Скажем, у нас был трагический случай, кстати, если говорить, значит, об органах безопасности. Вот в Яковщине, Розаевский район, там поступила информация в Розаевку о том, что там собираются контрреволюционеры и пытаются, значит, как бы проявить антисоветскую деятельность против существующей власти. Ну, в том числе и насильственным путем. Вот группе, в частности, следователю Путиловой, Паше, было поручено выехать и провести обыск. Там, кстати, монастырь, церковь находилась. Она выехала туда. Значит, окружили группу крестьян. Вначале она объяснила, что приехали. Вот по такому вопросу у них есть... Она была одна или все-таки с группой? Ее сопровождали четыре человека. Четыре человека, значит, красногвардейцы на тот период, вот, вооруженных сотрудников. Когда... Ну, крестьяне разошлись, они проводили свою работу. На следующий день окружило большое количество их граждан, ну, по тем временам, кулаков. Она пыталась их успокоить и рассказать о том, чем приехали. Ее растерзали. Ее убили. Ей было 18 лет. В Розаевке есть улица, посвященная, носят ими Путиловой. То есть, это был сложный период. Вот даже такие вещи, как... Это было, кстати, в 18-м году. Ну, и боднестизм был, естественно, на тот период. Органы занимались, и белочехи были в Пензу. Наши сотрудники выезжали для участия в боевых действиях в Пензу против белочехов. Когда они, значит, пытались вооруженным путем бороться с советской властью, выезжали сотрудники Розаевские, Саранские, даже конкретно на боевые действия. Ну, у нас был еще один не менее сложный период. Это Великая Отечественная война, в которой, собственно говоря, сотрудники органов госбезопасности точно так же принимали активное участие на страже безопасности страны. Естественно, на обеспечении безопасности в тылу большую работу проводили сотрудники, естественно, органов государственной безопасности. На тот период, значит, вот за годы войны, за годы войны, была пресечена деятельность 59, значит, диверсантам. Именно, которые были сброшены на парашютах на территории нашей республики. 59 диверсантов. И, кстати, когда в процессе вопросов была получена информация о том, что о сотнях диверсантов, которые предполагалось забросить на территорию нашей республики. Сложный период был. Если по участию в военных действиях, значит, достаточно такая у нас известная фамилия в наших кругах, Красовский, значит, был начальником НКВД, был репрессирован, был репрессирован на 10 лет. Неоднократно писал, значит, заявление с просьбой направить его на фронт. Его направили, значит, он был ранен. И в течение, вот, в 42-м, по-моему, его принял участие на боевых действиях. Значит, к концу войны он командовал дивизией, был награжден шестью орденами Красного Знамени, три ордена Кутузова и орден Ленина. То есть, вот, именно это чистый сотрудник, который, вот, прошел определенные, значит, годы он служил здесь у нас, и участник Великой Отечественной войны. Наши бывшие сотрудники, Кураедов, допустим, Владимир Федорович, четыре боевых ордена у него, значит, принимал участие в штурме Кёнигсберга. Эта крепость считалась неприступной. А он был там в первой штурмовой группе. И много у нас таких, кто принимали участие, скажем, наши сотрудники конкретно, и в борьбе с нацизмом и на Украине, и в Прибалтике, и на Северном Кавказе. То есть, сотрудники наши, несмотря на то, что вот и определенная часть была, находилась в тылу, проводили, но, тем не менее, они принимали участие в самых острых боевых сражениях и в структурах СМЕРШ. Вот Табачников, допустим, СМЕРШ, а под Сталинградом воевал, значит, командовал группой бойцов. Потому что, когда складывалась ситуация, они выполняли не только функциональные обязанности, но и непосредственно с автоматом в руках участия в боевых операциях. Хочется спросить все-таки, а кто же такие сотрудники Федеральной службы безопасности? Насколько я понимаю, отбор на службу идет очень строгий. Требования высочайшего уровня, не знаю, и физическая, и моральная должна быть подготовка, и кругозор должен быть, образование соответствующее. Как отбирают сотрудников на службу? Ну, сотрудников на службу действительно идет очень строгий отбор. Прежде чем человек становится кандидатом на службу, его изучают, не каждому же предлагают, допустим, чтобы вот он его пригласить. Понятно, что образование, естественно, и физическая подготовка, и кругозор, и кругозор, и интеллект. Значит, все это проходит молодой человек соответствующую проверку. Ну, естественно, там и вопросы судимости, и не привлекались ли даже непосредственности. Это, мне кажется, само собой, разумеется. Это само собой, но это если, допустим, для слушателей, и вплоть до того, что если даже есть административные правонарушения, уже человек в качестве кандидата не рассматривается. Затем он проходит специальную подготовку, есть соответствующие курсы, есть учебные заведения. Ну, наши сотрудники, как правило, проходят подготовку в Нижнем Новгороде. Там есть институт с высшим образованием, значит, проходит соответствующую подготовку, и потом они допускаются именно к оперативной работе. То есть, если сотрудник пришел, к оперативной работе он не допускается. А через подготовку, сдачу соответствующих экзаменов, то, что он должен быть теоретически готов хотя бы к тому, чтобы вот чем он будет заниматься. Об этом подробно рассказывать. Ну, и, естественно, изучает и юридические дисциплины. Кандидаты на работу не только ведь юристы у нас. Они могут быть самой разной специальности, поскольку специалисты нужны и в разных областях. Ну, и юридически обязательно, скажем, уголовное право, уголовный процесс, административное право. Все это изучается. Ну, и, естественно, основу контрразведки. У нас структура не разведывательная, а контрразведывательная. То есть, основу контрразведки они подробно изучают. Изучают как теоретические, ну, и перед ними, естественно, уступают практические работники, которые объясняют, как это все должно быть на практике. Ну, а затем, по мере прохождения службы, там в определенные сроки проходят подготовку с учетом изменений, скажем, и оперативной обстановки особенностей. Проходят уже на курсах. То есть, в зависимости от того, от уровня подготовки, значит, и это уже кадры решают, скажем, сотрудников, их направляют на различные курсы. И, естественно, по направлениям работы. То есть, обучение идет все равно постоянно на протяжении всего срока службы? Всей службы идет, поскольку задача меняется. Допустим, сотрудник работает сегодня по защите секретов, а завтра по борьбе с терроризмом. Это же разные направления. И для того, чтобы он принимал меры к тому, чтобы, скажем, по борьбе с терроризмом, он должен же представлять и практические меры, как это происходит, как это происходит, значит. Или по защите секретов. Везде есть свои особенности. Или было направление, скажем, по продействию идеологической диверсии противника. Нужно заниматься вопросами идеологии, знать. И, кстати, это важно и сегодня, поскольку у нас, скажем, то, что связано с терроризмом и экстремизмом, это связано с идеологией. И для того, чтобы, значит, представлять, что это, с кем, значит, осуществляется борьба, он должен знать и теорию, он должен быть подготовлен. Наша с вами встреча проходит накануне вашего профессионального праздника. Конечно же, и мы вас поздравляем. И, скорее всего, вы тоже наверняка скажете несколько слов поздравлений своим коллегам, бывшим, нынешним. Да, конечно. Для нас это знаменательный праздник. 105 лет органы безопасности стоят на страже государства, охраняют границу, обеспечивают безопасность мирных граждан. Я от всей души поздравляю наших ветеранов, в первую очередь, и желаю им здоровья, и действующим сотрудникам. И надеюсь, что они будут достойно охранять безопасность наших граждан и безопасность нашего государства. И хотелось бы сказать несколько слов о том, что, к сожалению, значит, не все наши ветераны, вот, последних лет, которые встретят этот праздник. За последние, буквально за полгода, мы потеряли четырех своих ветеранов. Сегодня, значит, умер Валерий Иванович Миточкин, который начинал службу в органах безопасности, полковник органов безопасности, участник афганских событий, награжден орденом Красной Звезды, афганским орденом, Щенкин Семен Андреевич, тоже участник афганских событий. Буквально завтра полгода будет, как его нет с нами. Я тоже награжден боевыми наградами, активный участник афганских событий. Ну и других, вспомнить наших ветеранов, которые с честью служили нашему государству, были награждены государственными наградами, ну, а сейчас, к жалению, их с нами уже нет. Спасибо вам большое, Николай Анисимович, за то, что вы выбрали время и снова пришли к нам в гости. Всего доброго вам. Еще раз вас тоже с праздником. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»